Доброе утро! Ну, я не знаю. Просто пить кофе, наверное. Вся семья собралась за столом. Привет-привет, доброе утро, добрый день. Мы вчера здорово посидели, засиделись немножко, и поэтому вот у нас сегодня был поздний подъем. Всем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита. У меня на завтрак сегодня яичница. И буду делать себе тост. Вот, тост с сыром. Всем привет! Большой-большой привет! Сегодня у нас 10 мая. День недели. Воскресенье. И мы на даче. И я взяла с собой компьютер. Я не знаю, получится у меня или не получится, но я буду стараться монтировать видео здесь, чтобы они не были такими длинными, чтобы мне не делить их на одну-две части. Поэтому получился влог там на 20-30 минут. Буду стараться его выкладывать, если позволит мне интернет. Вот. Но я думаю, что получится, потому что я говорила уже, мы хотим здесь немножко задержаться. Вот. Хотя бы до следующих выходных, если нас не дернут, наша бригада, если не нужно будет ехать в город, там по поводу ремонта. На улице сегодня просто сильный ветер. Тепло, солнышко, но сильный ветер. Поэтому пока дома. Завтра обещают тепло и без дождей. Поэтому, скорее всего, клумбами будем завтра заниматься. Я не знаю, вот как будто что-то мне мешает ими заниматься. Вот. Но это ничего страшного. В общем, монтирую влог для вас. На часах два часа дня. И мы продолжаем дела дачные. На улице очень сильный ветер сегодня. Очень. Поэтому у меня опять откладываются мои клумбы. Смысл сейчас кидать в землю семена. Их ветром просто сдует. Поэтому занимаемся пока домашними делами в доме. Игорешка с Денисом на участке дела делают. Мы с Алинкой в доме. Решила сегодня сделать на ужин салатик оливье. Наварила яйца, картошку, морковку. Здесь у меня варится куриная грудка. Решили вместо колбасы и мяса сделать с куриной грудки. Он такой скорее, наверное, не оливье, а столичный будет. Насколько я знаю, с курицей, когда такой салат делают, называется он столичный. А потом бульончик использую в супчик. Ну и параллельно в таком своем супер кабинете, супер-супер кабинете, под кофеек, с молочком сделала, монтирую вчерашнее видео. И тут вот у Вики по соседству участок. Его уже купили. Хочу показать, что он очень хороший. Здесь все деревья плодоносят. И вот еще немного весенней красоты. Ой, какой ветер. Смотрите, огненные тюльпаны. Такая картинка красивая. Просто прелесть. Здесь любуешься. Все деревья плодоносят. И яблони, и груши здесь. Но пока мы еще не видели тех, кто купил этот участок. Но, в общем-то, он когда был ухоженный, здесь было очень красиво. Очень красивый газон. Тут, конечно, нужно приложить силы, средства, душу. И будет красота. Просто какой этот участок, какой наш был, это небо и земля. Поэтому здесь просто нужно, говорю, приложить старания. И получится все очень здорово. Вика у себя на участке посадила, смотрите, магнолию. Как раз будет тоже не очень красиво. У нее всегда красиво, в принципе. Она вообще цветочница, огородница. И вот меня обучает параллельно. Клубничка у нее уже тут. Нарезали солинкой оливье. Но я всегда вот нарезаю, а заправляю непосредственно перед подачей на стол. Так он лучше сохраняется. Делала из куриной грудки оливье. И в народе его называют, насколько я знаю, столичным. Но я думаю, будет вкусно. Единственное, может быть, маловато соленых огурцов. Но я не стала добавлять свежие. Не люблю вообще оливье со свежими огурцами. Для меня это не оливье. Ну и тут намыла уже зелень, овощи. Лимончика захотелось с солью. Чесночок порежу. Оставшийся лимон. Оставшийся лимон потом уберу в лимонницу. Вот такую тоже купили на дачу. Вот. И действительно, резали оливье. Дома так как-то стараешься, чтобы кусочек к кусочку был. Так аккуратненько. А здесь вот, как в той песне. А на даче, а на даче, а на даче все иначе. Все попроще и иначе. Вот действительно, на даче все попроще и все иначе. И я вот здесь, сколько бы дел не переделала, допустим, по дому или там на участке, усталость совершенно другая, чем когда ты в квартире. Это, несомненно, свежий воздух играет в свое дело. Вот. Очень надеемся, что завтра будет погода. Она и сегодня неплохая, но ветер прям сдувает. Я не могу, когда такой ветер, смысл сажать семена, чтобы ты их в клумбу, а не из ветра выдуло. Вот. Завтра обещают и 18 со знаком плюс, и может быть, и солнышко, кстати, без дождя. И может быть, либо он меньше будет, ветер, а лучше, чтобы его совсем не было. Пусть пожарит немножко. У нас даже Улька будет гулять на участке тогда на улице целый день. Вот. Потому что, ну, как-то тоже смысл мыть окна, когда вот тут дожди, дожди, дожди. Тоже хочу окна помыть. Планов куча. Я говорю, планов куча. Вот. Очень хочется их воплотить, пока мы здесь. Мы все-таки решили задержаться. Игорешку проводим на работу, а сами до следующих выходных будем здесь. Его встретим в пятницу. Еще пошашлычим тут. И уже, наверное, поедем, я так думаю, переезжать. Потому что всех, наверное, уже заждались ремонтный влог, переезд, обзор квартиры. Но вот, к сожалению, это зависит не от нас. Всем доброе утро. 11 мая, понедельник. 9 часов. Я только что проснулась. Вышла на улицу, а тут такая красота. Легкий-легкий ветерок, легкий. Ну, солнышко светит, уже припекает. Я думаю, что к обеду будет еще теплее. Поэтому я с удовольствием сегодня наметила себе, наконец-то, встречу со своими клумбами. Только покосили, его на дуванчике вылезли опять. Такая красота. Вообще так радует глаз. Ой. Ну, а я сейчас иду готовить завтрак. Позавтракаем. И за дело. Всем отличного настроения, хорошей погодки и продуктивного дня тоже. Увидимся. Вот такой вот у нас сегодня завтрак. Быстренько я приготовила завтрак. Здесь, в принципе, как всегда. Как всегда. Я сегодня без овсяна блина. Что-то мне захотелось тоже. Сосисок с яшинкой сделала из скрэмбл. И такую глазунью. У Алинки глазунья. У Дениса тоже скрэмбл. Тосты. Сырок, да. Вон Дашулька мне помогает рассказывать. Достала печенье. Сделаю себе бутерброд детства. Так что всем, кто сейчас завтракает, я желаю приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы под ствотов завтракаем. Это наше... Все, у нас, можно сказать, сезон открыт, да, Лиш? Ну что ж, а я отправляюсь к своим клумбам. Начальный результат, точнее, начало вы видели. А что получится, обязательно вам сниму, покажу. Так, ну вот, клумбу привела в порядок. Посеяла бархатцы, потом покажу вам, какие сюда... Ну, сюда бархатцы такие, вот, простенькие посеяла. Между лилиями. Сейчас вот Игорешка вытащит деревянный... Такой деревянный заборчик. И мы сюда красивый заборчик хотим сделать. Для этой клумбы. Она пока у нас самая большая. Вот, надеюсь, все будет хорошо. Ну, вот такие вот бархатцы посеяла в эту большую клумбу. А вот эти бархатцы хочу оставить и отдельно посадить. Они такие пушистые, оранжевые. Это вот огненный шар. Их посеяла в прошлом году. Такие же, по-моему, сеяла в эту клумбу. Вот у меня теперь сколько семян. Я сильно деловая теперь тоже. Ура, ура! Ну что ж, девчули и мальчули, я готова сделать первый отчет по своим клумбам. Что мы сделали? Мы сделали... Я, помните, вам показывала заборчик из фикс-прайс? Вот такой вот железный. Убрала то, что было. Такую, скажем так, времяночку. Вон, этикетку еще не убрали. Надо отрезать. Вот, и получилось вот так. Если это издалека, то... То смотрится вот так. Мне кажется, симпатично. Не знаю, отсвечивает немножко. И что я, как говорила уже, здесь у меня лилии и между лилиями бархатцы. Симпатично получилось. Кстати, грибочек пока отправила в лес. Вон туда, мне кажется, он там лучше смотрится. Далее, гортензия. Тоже получилось вот с таким заборчиком. Все вот осталось. Надо будет еще купить. Он гнется. Оказывается, его можно сделать и по кругу. Обработала землю. И уже поливать не буду, потому что время почти 2 часа. Чтобы не сгорела земля, не сгорели листочки, поливать будем после захода солнца. Ну, часов 5, наверное, 6 вот так. Вот. Старалась повыкорчевывать одуванчики. Но я постепенно все равно это сделаю. Здесь нас белочка встречает. И, наконец-то, я дала подышать. Дала свежего воздуха хостом. Вот здесь вот очень красивая хоста. Мне нравятся у нас такие вот листочки у нее. Желто-зеленые. Земля неплохая, потому что червяков очень много. Вот я когда обрабатывала землю, очень много. Надеюсь, все будет здесь хорошо. Я даже не досыпала. Не удобряла никак. Так, тоже, насколько это возможно, вот сделала, вот таким вот образом сделала, как бы, ограничения. Повыкорчевывала одуванчики. Ну, вот этот вот большой не получился корень у меня убрать. Ну, ничего, я со временем все равно уберу. Вот хоста. Это та хоста, которая у нас что-то не очень шла почему-то. Листочки были такие квеленькие-квеленькие. Но вот сейчас я смотрю, вот видите, как бы идут. Я буду надеяться, что все будет с ними хорошо. Так, а вот эту хоста успели мы полить. Она самая-самая деловая у нас. Пошла в рост. Вот. И вот еще, вот хоста, да. Забыла, забыла, забыла. Так, а, все, показала. Три раз, два, три хосты, гортензия. И моя пока на данный момент самая большая клумба с лилиями. Вот так это вот все смотрится со стороны. Ну, намного красивее, намного ухоженнее. Сталый глаз радуется вообще. А вот это вот мой рабочий инвентарь. Да, никогда не думала, на самом деле, никогда не думала, что это так засосет, что это так будет нравиться, что это будет доставлять такое огромное удовольствие. Не думала, признаюсь, не думала. Лет в 25, вот если бы мне сказали, что я буду ковыряться в земле и буду выращивать цветы, выбирать семена, и для меня магазин Садовод будет один из излюбленных магазинов, я бы, наверное, расхохоталась в голос. А сейчас понимаю, что, как я ошибалась, и вот настолько потянула вот к этой красоте, что я не могу вам передать. В общем, отсчиталась. Денис разрабатывает грядки. Я думала, что посажу одни тыквы, но нашла у себя семена редиски, лука. Попробуем посеять. Получится или не получится. В любом случае, я планировала здесь разрабатывать грядки. Вот. В прошлом году был здесь посажен чеснок. Здесь хотим посадить редиску. Небольшую грядочку сделала, поэтому. Здесь лучок у нас будет. Лучок. Вот. Денис Дерн снимает. И здесь будут тыквы. Ну, я не знаю, их много. Сколько получится. Сколько взойдет, точнее. И дальше вот так вот вдоль забора посмотрим. Кабачки. Что там еще будем сажать? Я не знаю, что я придумаю. Но в любом случае, вот я планировала так, что здесь будут вот такие вот квадратные грядки. Тоже по мере возможности будем обрабатывать их. Будем обрабатывать их. Так, точнее, облагораживать их заборчиками и так далее. Вот. И все-таки, где я пока еще не знаю, большую клумбу. Прям вот цветник даже не клумбу, а цветник хочу сделать. Вот. Но это в перспективе. Вот. И еще мне сегодня нужно будет заняться вот этими моими клумбами. Обработать, взрыхлить землю. Кстати, хочу сказать, что жасмин у нас погиб. Ну, этого следовало ожидать. Вот. Что-то посадим сюда другое. Не знаю, что буду сажать в эти скаты. У меня и дельфиниум оказывается. Там есть вот эти вот астры мои красивые. Сюда георгины посажу, как в прошлом году. И вот в этот скат тоже посажу георгины. Ну, вот пока вот так. Такой фронт работы у нас. И буду любоваться вечером вот такой вот красотой. Игорешку мы сегодня провожаем на работу. Будем без Игорешки любоваться на эту красоту. Но я надеюсь, время очень быстро пролетит. И в пятницу он уже будет снова с нами. Отсвечивает, наверное. Ну, вот так вот я сделала в этом скате. Вот делала такие лунки. И сейчас буду сюда сажать семена с прошлого года. Вот что пособирала. Вот точно так же сделала эту клумбу. Но вот Игорешка говорит, что могут не взойти. Семена. Сейчас покажу вам, какие. Вот такие семена. Пособирала их. Вот то, что были сухие. Так Вика посоветовала. И вот сейчас вот в эти луночки буду пробовать их сеять. Ну, что вырастет. Во всяком случае, как я говорю, я попробовала. Все. Еду провожать Игорешку на станцию. Заеду в пятерочку. Наверное, загляну в фикс прайс. Может быть, в садовод зайду. В общем, прогульнусь. Все, что сегодня планировала, сделала, покажу вам вечером. Потому что солнце ужасно отсвечивает. Ничего не видно. Вот. Ну, это классно. Это засасывает. Я передать не могу. Все расскажу потом. Может быть, какие-то пожелания, советы будут. Потому что я садовод начинающий. Мало в этом понимающий. В рифму сказала. Но очень хотелось бы, чтобы хоть что-то было. Хоть что-то получилось. Все, девчульки. Отвезла Игорешку на станцию. Проводила. Теперь буду ждать пятницы. В пятницу должен быть, будет он приехать. Поеду опять его забирать. В общем, мы до пятницы одни. Сегодня, завтра говорят, что будут, ну, по погоде хорошие деньки. А вот со среды опять 9 градусов, дожди. Но пока хорошая погода. Я занимаюсь клумбами, огородом. Вот. Завтра, может быть, успею еще и окна помыть. А когда будут дожди и на улице будет непогода, буду заниматься в доме готовкой. Кулинарить будем. Поэтому все-таки здесь лучше, чем дома. В четырех стенах сидеть. Здесь свежий воздух, как ни крути. Даже после дождя здесь классно. Лишь бы не было бы такого сильного ветра. Вот. Но Игорешка такой расстроенный немножко. Не хотел уезжать. Но работа. У нас вот пока только Игорешка и я работаем, скажем так. Но я бюджетница. Как бы Путин обещал платить. Вроде платит. А Игорешка, у него коммерческая структура. Поэтому на переезде стою. Как всегда бывает такое. Как попадешь, так попадешь. В общем, думала, в пятерочку зашла. Кое-какие там продукты питания купила. Думала, прям вот соблазняла себя. В фикс прайс зайти, в садовод. Думаю, не пойду. Потому что я понимала, хорошо понимала, что я пустая. Оттуда не выйду. Но вот мне кажется, сколько туда заходить, столько и будешь там хоть что-то, но покупать. Поэтому мне надо сначала оприходовать те семена, которые я купила. Вот. Пристроить, как говорится. Поэтому не стала заходить. Уговорила себя, не надо. Зашла в пятерочку и вот еду домой. Ой, как это все засасывает. Это я просто вам не могу передать. Спасибо вам за комментарии, которые вы пишете. Задавайте вопросы. Может быть, что-то я делаю не так по клумбам. Учите меня. Я абсолютно спокойной к критике отношусь. К советам тем более. Вот меня один момент только интересует. Вот в одну клумбу, куда я посадила георгины, я вам вечером покажу. Я сняла старые семена и посеяла туда прошлогодние семена. Причем, наверное, все-таки я глубовато их посеяла. Игорешка сказал, что ничего не взойдет там. Это вот в скаты, которые возле дома. В два ската. Но посмотрю. Рискнула. Мне так Вика посоветовала. Рискнула. Взойдет-взойдет. Это будет понятно уже дней через 10. А если не взойдет, что-нибудь другое туда посадим. О, наконец-то открылись. Поехали дальше. Покажу вам потом. Расскажу, что я там натворила. Я не знаю, видно вам или нет. Вот хочу отчитаться. Значит, замочила на 12 часов вот эти семена. Завтра буду высаживать. Завтра будем поливать тую. Разведем раствор этот. И пойдемте, покажу я, что сегодня мы сделали. Так, ну здесь у меня георгины. Прошлогодние семена, которые были сухие. Я их собрала и посеяла. Игорешка говорит, не вырастет. Ну, я не знаю, что скажете. Я вам их показывала. Не вырастет, значит не вырастет. А вырастет, буду рада. Здесь георгины. И здесь георгины. Посадила фигурки свои. Они маленькие, но с двух сторон, если их сажать по одному краю другому, будет не то. Поэтому решила их вот так посадить. На месте, где был жасмин, посадила вот эту цинию. Тоже на пробу никогда их не сажала. Но мне тоже очень нравятся эти цветочки. Вот попробую, что здесь будет. Здесь у меня были гладиолусы в прошлом году. Они, конечно, взошли. Но я забыла на зиму выкопать луковицы. Ну, в общем, сегодня вскопала. Что получилось, что увидела, выкопала. Взрыхлила землю. Немаленько удобрили. Землей для цветов покупали. И сюда я посадила вот эти вот пушистые бархотки. Надеюсь, что-нибудь да вырастет. Рядом с чесночком. Вот у нас чесночок. Я грядку, кстати, не обрабатывала сегодня. Но зато у нас здесь теперь будет расти вот такая вот редисочка. Посадили немножечко, не знаю. Опять же, все пробую. Главное, как говорится, попробовать. Вырастет хорошо, нет? Ну, будем думать, почему и исправлять ситуацию. Так что небольшая такая грядочка. Редисочки у нас будет. Вот в эту грядку посеяли лук. Вот такой вот лучок. Тоже. Будем надеяться, что-нибудь да взойдет. И вот в эту грядку посеяла одну упаковочку вот такой вот тыквы. Маришка, Маришка Мордовина, привет, привет, привет. Я посадила. Теперь буду ждать. А ты? Расскажи, как ты посадила, не посадила тыкву? Ну, вот посмотрю, вырастет или не вырастет. Здесь я вам все показывала уже. Мы просто это дело сейчас пролили. Можжевельник, туйку я еще не рыхлила. На завтра оставила. Просто пока пролили их. И как-то тоже на пробу. Здесь, смотрю, каждый год у нас нарциссы. Ну, я решила разбавить их. Посадила вот гладиолусы. Вот в эту лунку. Луковицами. И сюда посадила сиреневый и белый дельфиниум. Ну, вот Вика мне сказала, наша любимая Вика-дачница, что лучше бы рассадой. Я, конечно, понимаю, что рассадой лучше и проще, и уже наверняка что-то будет. Но решила попробовать. Они у меня просто были. Думаю, ну что они лежат? Решила попробовать все-таки посеять. Вот. Ну, и так у меня еще вдоль забора будет 4 ската. Вот. И вот в том месте тоже еще что-нибудь посажу вдоль забора, чтобы тоже было красивенько. Вот. Ну, в общем-то, на сегодня все. А, еще я вам хотела вот что показать. Смотрите, что мы приобрели. А приобрели мы вот такие замечательные... Полинка здесь мороженку кушает. Привет, привет, Полюшка. Вот такие вот жезлонги. Полин, ну-ка, приляг, продемонстрируй. Вот такие вот, да. В общем, помашите ручкой нашим подписчикам и гостям канала. На этом я буду свой влог сегодня заканчивать. Завтра постараюсь его уже отправить на канал. Всем хорошего-хорошего вечера.